Хоккеисты ждут снега и холодов, чтобы наконец залить коробку и выйти на лед. Местные жители много усилий приложили для того, чтобы такая спортивная площадка появилась рядом с их домами. Они убирали территорию, ремонтировали коробку, собирали средства на нее. Мы как бы в свою очередь сами ремонтировали, там сбрасывались команды хоккейные и местными любителями спорта. Все, борта были гнилые, эта коробка, она с 90-х годов стояла, и никто ничего не ремонтировал. Один раз, по-моему, перифектура делала, но коробка-то это ничья была, и поэтому никто в нее не вкладывался. Она была в обременении, построена компанией, которой уже нет. Жители всех этих домов решили участвовать в программе местных инициатив, чтобы им помогли восстановить хоккейную площадку. Разработанный проект утвердили. Программа формируется из трех источников, то есть не более 80% дает правительство Рязанской области, не менее 15%, а в прошлом году это было 20%, дает город Рязань, и не менее 5% софинансировали и уносят сами жители. То есть это подтверждение того, что эта идея действительно важная, и то, что люди готовы ответственно относиться к тем объектам благоустройства, которые появляются в городе. То есть та инициативная группа, которая подавала эту заявку, они с успехом прошли все эти этапы, и городского отбора, и областного отбора, собрались финансированные жители. И теперь уже осуществляли общественный контроль, приемку хоккейной площадки. И в дальнейшем это за ними большое тело по наполнению мероприятиями хоккейными, хорошими, нужными для нашего города, для наших детей. Большая часть работ уже сделана. Любители хоккея надеются, что все будет выполнено в срок. И когда похолодает, они смогут выйти на лед. Осталось малое сделать освещение, оградительную сетку в бросковой зоне, а еще установить лавочки и урны. Здесь, собственно говоря, сложилась такая обстановка, что очень много этим спортивным комплексом пользуются и пожилые люди, и дети. И особенно в выходные дни, в праздничные, здесь очень много катающихся с детьми. Я бы хотел еще здесь что сказать, что все-таки для нашего района это, в общем-то, такое событие, которое, ну, редко бывает в нашем районе, обновление коробки произошло. Здесь собираются тренироваться и дети, и подростки, и взрослые. А еще и инициаторы проекта надеются, что в Рязани появятся турниры, в которых смогут соревноваться любительские команды. Такие постоянные соревнования при поддержке власти, несомненно, повысили бы интерес рязанцев к спорту. Алиса Катрувская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».